Екатеринбургу грозит транспортный коллапс. С 1 ноября в России запрещено ездить по иностранным водительским удостоверениям. А как известно, почти все водители общественного транспорта – гастарбайтеры. Между тем, как выяснили наши корреспонденты, частные автопредприятия не торопятся переобучать водителей-мигрантов. В ситуации разбиралась Анастасия Горохова. Музафар Аширов за рулем маршрутки три года права получал в Киргизии. 5 ноября выйти с ними на работу мужчина не сможет. Придется пойти учиться в автошколу. Мигрант признается, получить права российского образца будет не так просто. Иногда бывает время, нарушаем иногда. Что поделать? Попробуем иногда бывает. Всякий случай. Думаете, сможете сдать на русские права? Не знаю. Надо учиться. Отучиться в автошколе придется мигрантам с временной регистрацией. Тем, кто решил обосноваться в России на совсем, можно будет просто сдать экзамен в ГИБДД. Если гастарбайтеры появятся за рулем с иностранными или международными правами, перевозчику придется заплатить 50 тысяч рублей штрафа. Под когда города здесь никакой нарушение? Я нарушаю международные. Не то, что не киргизские, а международные. Не то. Не разрешают. Ну, не разрешают. Ну, не сдавают. Кто будет учить мигрантов водить, непонятно. В автошколу без прописки не берут. Да и платить по 20 тысяч за каждого водителя, у которого через год-два закончится регистрация, предприятия не горят желанием. Что делать перевозчикам не могут сказать и в ГИБДД, поэтому те просто ничего не делают. Готовимся как? Требуем от водителей, чтобы они привозили с собой из дома документы, подтверждающие законность получения водительского удостоверения. Ну, а в дальнейшем ждем, когда определяют механизм исполнения этого закона. Работает, может быть, процентов 80-85 гастрабайтеров. Подпадают под категорию зиминого водительского удостоверения. Ну, значит, если парк 100%, 85% не выйдет на линию. Жители Екатеринбурга транспортный коллапс не пугает, в отличие от поведения некоторых водителей-иностранцев. Разгневанные пассажиры часто выкладывают в сеть огромное количество видеозаписей с нарушениями ПДД. Вот, например, маршрутка подрезает маму с ребенком на пешеходном переходе, а здесь ребенок выпадает из автобуса. Я веду себя беспредельно, поэтому я считаю, что это необходимо. До вступления закона в силу осталось чуть больше месяца, но ни одна транспортная компания переобучать своих иностранных рабочих до сих пор не начала. Анастасия Горохова, Альберт, Полудницын, информационная программа «День Екатеринбург».